И так, как известно, раскрученный, всемирный, популярный, очень известный бренд Красная Нить из Иерусалима, кстати, в последнее время этот бренд завлек ума и сердца не только евреев, но и даже у неевреев. Я часто нахожу на правой и на левой руке красуется чудесная магическая Красная Нить, каббалистическая, приносящая успех, счастье всем, кто в это страстно верит и не хочет ничего, кроме этого делать, кроме как покупать эту Красную Нить. Вообще не знаю, откуда появилась эта традиция, кто его выдумал, к еврейству это не имеет вообще никакого отношения, не то, что нет такой заповеди, даже нет такого восстановления будрецов тем более, и даже никакой такой сгулы нету, и традиции такой нету. То есть это страшная спекуляция теми людьми, ищущими всякую конспирологию, ищущими всякую особую мистику и загадку, и, конечно же, всякие приносящие могущественные и целительные действия, всякие подобного рода вещи. Вот, и вообще почему, нужно разобраться, да, почему люди верят, да, почему люди пользуются всякими услугами, почему люди ходят к гадалкам, да, например, или покупают лотерейный билетик в надежде того, чтобы выиграть миллион. Вот, и все это на самом деле вещи из одного разряда, из одной категории, почему люди все обращаются к подобному роду вещам. Как правило, это желание человека получать блага или награду и различного рода призы, не предлагая к этому должного усилия. Да, то есть купил билетик, сходил к гадалке, она сказала, что у тебя все будет хорошо, купил красную нить, и все, у тебя все дела пошли в гору. То есть не нужно для этого не предлагать никаких усилий, не нужно работать на то, чтобы исправлять свои качества, не нужно решать реальных проблем по жизни, нужно соглашаться и признавать свои ошибки и проблемы, что это очень тяжело признаваться самому себе, что есть какие-то проблемы и ошибки, которые нужно решать. Гораздо легче покупать красную нить, ходить к гадалкам, покупать лотерейные билетики и тому подобное. То есть не прилагая каких-то серьезных усилий, желать получить сразу большое вознаграждение, награду и сразу стать богатым и счастливым. За одно мгновение и за один маленький жест. И еврейский подход ко всему этому, да, то есть и еврейский подход к получению заслуги и награды, он кардинально противоположен. Так что на самом деле человеку для того, чтобы заслужить будущий мир, для того, чтобы заслужить связи с Творцом, для того, чтобы заслужить достойное пропитание своей семьи и себя, для этого нужно тяжело работать, для этого нужно делать вторую заповедь, не ждать сиюминутного результата. Да, то есть нигде в Торе не написано, что человек, как он начнет соблюдать вторую заповедь, сразу будет желаемый успех, сразу на деревья будут расти булки и так далее. Нет, то есть все с точностью наоборот, как правило, человек вынужден жить тяжелой жизнью и все то, что он получает от Всевышнего, получает очень тяжелым трудом, зато это заслуженная награда, заслуженное благословение, которое человек действительно ценен, которое человек использует по назначению, ничего не тратит попусту, нет никакого излишка, все идет и тратится, используется по назначению. А очень богатые люди, ну с точки зрения еврейства как-то должно быть, это люди, которые должны заниматься большой благотворительностью, а не стяжательством, да, то есть не использовать своего богатства, которое у них есть, вроде своего самого удовлетворения. Но если уже человек богатый, человек дал бы благословение какому-то еврее, да, то он должен это богатство тратить и использовать как можно больше для благих дел, да, то есть бережливость очень ценится в еврействе. Есть даже такой закон Бальташхит, да, например, если, то есть нельзя какую-то вещь использовать, просто выкидывать, например, человек вот, часто это нарушение, многие не знают, если, например, взял какую-то тарелку с едой, например, шведский стол, и взял очень много, что ты столько не съешь, и съел половину, и наелся, а основную половину просто выкидываешь. Но если это кошерная, пригодная пища, то это на самом деле нарушение. Это нарушение называется Бальташхис, то есть нельзя просто так выкидывать. И это не только относится к еде, но, например, относится к одежде, да, то есть тоже нельзя просто так выкидывать одежду, но на самом деле это относится ко всему, то есть любой вещью в этом мире, которая может использоваться в кошерной жизнедеятельности еврея, то есть религиозного, живущего в правильную религиозную жизнь, эту вещь нельзя выкидывать просто так, это называется Бальташхид. Когда человек действительно все зарабатывает дослуженным образом, через тяжелый труд, через достойный заработок, он ко всем своим вещам, и все, что он получает, относится с достаточным уважением, с достаточной бережливостью и не будет никогда ничего просто так выкидывать на помойку. Когда человек выигрывает миллион в лотерее и так далее, или получает невиданные богатства от того, что одел красную низь, то есть, грубо говоря, пользуется всеми этими цыганскими, скажем так, приметами, для того, чтобы моментально разбогатеть и получить счастье, благо и награду, не трудясь за это, не прикладывая к этому усилию, то, как правило, все эти вещи человек не ценит и не использует правильно по назначению, потому что он это не заслужил истинно, не заслужил, приложив к этому усилию. Поэтому очень важная причина того, что Всевышний захотел, чтобы свою награду мы получили через тяжелый труд, через служение, у нас есть 613 заповедей, чтобы служить в будущий мир, важное условие, это тяжело трудиться для того, чтобы награда в будущем мире, если уже переходить на самые высокие ценности, она будет заслуженной, будем ее ценить, и это будет действительно вещь, которая связана с нами крепко и навсегда. И даже если мы берем какие-то сгулот, приметы, которые есть у евреев, у нас тоже есть приметы, у нас тоже есть сгулот, но все эти сгулоты, приметы, это вещи, как правило, не вот ты там попрыгивай на левой ноге, и тебе мешок с деньгами перед твоими ногами упадет. То есть все эти сгулоты, их можно даже перевести пример, это как правило наподобие той награды, которую человек за это получит. Например, если человек дает сдаку, это сгула, примета на богатство, да, то есть для этого нужно приводить усилия, это не просто, то есть нужно одну десятую давать от своего заработка, и то же богатство не гарантируется там в миллионном размере и сразу на следующий день. То есть если человек дает сдаку на десятину своего заработка, то Всевышний ему гарантирует, так сказать, сгула, примета, то, что он будет, он от этого разбогатеть. То есть сама эта примета наподобие той награды, которую он за это в будущем получит. Или другой пример, там делать халы, это сгула, хорошая еврейская примета, на шалом бать, на мир в доме. Да, то есть делать халы, это не такая простая вещь, гораздо легче пойти в магазин, купить, вот, а женщине самой печь халы, это, ну, относительно тяжелый труд. Вот, но награду за этот труд, это сгула, чтобы дома будет мир. Да, или, например, помогать мудрецам Торы, это сгула на том, что твои дети будут мудрецами Торы. То есть опять же мы видим, что это сгула, примета наподобие той награды, которая за это в будущем гарантирует Всевышний. В Торе есть такой закон, очень интересный, запрет получать прибыль под проценты. Да, причем давать под проценты другому еврею. Причем запрет этот не только на тот, кто дает под проценты, но тот, кто берет под проценты. И даже поручитель, он тоже нарушает. И этот запрет в Торе, он подчеркнут очень строго, и наказание за нарушение этого закона, оно тоже очень строгое. Поэтому предостережения от этого закона, они очень-очень сильные. И объясняет Хассидут, в чем проблема брать под проценты. То есть почему Тора так сильно оберегает человека, что не дай бог это не делать. То есть в чем здесь, в чем брать под проценты такая плохая вещь, что Тора настолько строго к этому относится. И объясняет Хассидут, что проблема брать под проценты, давать проценты и даже быть поручателем, это то, что человек получает награду незаслуженно. То есть если он дает 100 рублей в долг и говорит, что через месяц у него 110 рублей. Получается, если 10 рублей человек получает незаслуженно, а просто того, что его 100 рублей полежали не у него в шкафу, а полежали в шкафу этого человека. Пусть здесь, конечно, не можете возразить, что это все-таки риск, это плата за риск. Можно все-таки расценивать как плату за риск. Человек может ему не вернет, может быть он кто знает. Одно дело, что у меня в моем шкафу лежит, а другое дело, что это у этого человека дома. И с одной стороны, можно сказать, что это плата за риск. Но Тора все-таки относится к каждому еврею в хорошем отношении, поэтому в принципе каждый еврей он бехискат кашрут. То есть презумпция у каждого еврея, что он честный и праведный и не будет совершать таких грехов. Поэтому в принципе проблема брать под проценты, как я еще раз повторю, в том, что человек получает награду, не приложив к этому усилия. То есть не сделав должное усилие, а просто так на халяву, бесплатный сыр. То есть просто, что его деньги полежали другому человеку, он не приложив к этому никакого усилия, получил прибыль. Вот. И как мы видим, что Тора очень строго относится к вещи получения на халяву, да, чтобы человек все на самом деле заработал своим трудом честным и порядочным. Вот. И получил столько, сколько ему заслужено. Вот. И почему Всевышний так сделал, да, то есть какое было намерение у Всевышнего, чтобы все, что мы получаем в будущем, оно переходило через труд. Всевышний Божий, нет никакой проблемы дать нам все самые большие блага, да, то есть Всевышний на самом деле хочет каждому еврею, чтобы у него было только хорошо, и даже не каждому еврею, а каждому человеку. Всевышний заботится о том, что для каждого человека было самое лучшее, что может быть для него. Да, так почему же он не может дать нам все самые лучшие блага, которые только есть здесь и сейчас? Ну, как мы, в принципе, это уже проговорили, что проблема в том, что если человек получит все эти блага, без приложив к этому усилия, он не будет это ценить, он с этими соединиться, это не будет часть его... Не будет это ценить по достоинству, это не соединиться с ним, он не будет ощущать себя частью всего этого. Да, то есть пример можно привести, как любой человек знает разницу между тем, что он заработал, и тем, что он получил на халяву. Да, то есть человек, который приготовил себе ужин или обед, или завтрак сам себе, он гораздо вкуснее, чем ужин, который он там купил где-то, да. Почему? Потому что здесь он приложил собственные усилия. И точно так же Всевышний, да, хочет, чтобы каждый из нас приложил собственные усилия. Да, они покупали красную нить, и всех им там подобные сгулот, приметы, всяких там к гадалкам не ходили. Все это нееврейский путь, все это нееврейская мысль, и все это глупости, как правило, работают на этом человеческом чувстве, желании получить благо и награду, не проложив усилия. Все это работает просто на этом чувстве. Хотя на самом деле самый правильный путь, как это должно быть, то, что от нас хочет и требует Всевышний, это чтобы мы приложили усилия, и тогда награда, которую мы получим, она будет действительно заслуженной, она будет частью нас.